Бесплатно домофоны в этом доме работали целых три года. Обслуживающая компания Ведикон халяву решила прекратить и сняла свое оборудование. Вот только сами жильцы исправно платили за домофон с 2010 года управляющей компанией, ни о чем не подозревая. Мы в 2010 году еще установили эти домофоны и до прихода этой управляющей компании на этот дом мы прекрасно с жильцами работали и с предыдущими управляющими компаниями. Мы получали деньги за обслуживание домофона и за их пользование. Вот, к сожалению, когда пришла управляющая компания Лидерфонд в лице генерального директора Барыкиной Анастасии Геннадьевны, оплата прекратилась. Неоднократные попытки выйти на контакт с управляющей компанией успехом так и не увенчались. Телефонные звонки и заказные письма Лидерфонд попросту игнорировал, продолжая собирать жителей плату за обслуживание домофонов. Устав от тщетных попыток получить ответ от УК напрямую, добиваться справедливости в решении вопроса, компания Ведикон решила радикально и обратилась в суд. Суд принял нашу позицию, подтвердил, что оборудование действительно принадлежит нашей компании Ведикон и что управляющая компания обязана оплачивать услуги по техническому обслуживанию и пользованию этим оборудованием. Фактически эта управляющая компания три года собирала абонентскую плату за домофон жильцов и аккумулировала ее на своих счетах и не передавала непосредственному исполнителю, то есть нам, компании Ведикон, средства для обслуживания этого домофонного оборудования. Пока шел суд, домофоны продолжали работать на безоплатной основе для компании, которая их обслуживала. И хотя лидер фонд по-прежнему не перечислял Ведикону положенные средства, за исправностью оборудования следил пристально и даже звонил с требованием починить вышедшие из строя домофоны. Впрочем, по решению суда управляйку обязали выплатить сумму в 100 с небольшим тысяч рублей за период с 2021 по 2022 год и на следующий период предоставления услуг по дому. Правда, с таким решением лидер фонд не согласился. Тогда Ведикон призвал на помощь судебных приставов, чтобы вернуть положенные деньги уже в принудительном порядке. Первый платеж на счет Ведикона пришел уже сегодня. Сейчас задолженность лидер фонда составляет порядка 93 тысяч рублей.